Николай спрашивает, меня беспокоит, если можно так выразиться, некоторое раздвоение личности. С одной стороны, в детстве мечтал стать молчаливым монахом, а с другой не понимаю, почему мы все должны служить Богу. Разве Бог нуждается в служении? Почему во всех религиозных учениях человек – это некое беспомощное, вечно греховное существо или раб? Лично я бы не хотел, чтобы мне служили и воспевали моё имя. Надеюсь, вы услышали меня. Как мне быть? Это чувство раздвоение даёт мне спокойно жить. Ну, похоже, что вы не все религии ещё изучили, раз вот такие утверждения делаете. Меня тоже всегда очень сильно смущала вот эта вот концепция раба Божьего какая-то, она мне казалась немножко какой-то искусственной. И в ведической концепции я встречался с другим вариантом перевода этого термина или интерпретации, что это не раб, а это слуга. В чём разница между рабом и слугой? У раба нет свободы воли, у них нет свободы выбора, а у слуги есть. Более того, вот эта вот концепция, что мы греховные там рабы Божьи и так далее должны служить, она выглядит очень непривлекательно, очень, я бы сказал так же так, уничижительно тогда, когда у человека нету позитивной концепции Бога. Получается такая картина, что вот грешные существа и грозный Бог, который в них там гром и молнии мечет, наказывает этих грешников, да, и они из страха должны молиться, о Господи, спаси на защите. Вот это вот называется очень, я бы сказал, вульгарное представление о религии, где нету такого позитивного, ясного представления о личности Бога, как о любящей личности, да, где только какой-то вот аспект Бога гневливого, ревнивого. Вот, поэтому сама вот эта вот сама идея служения, она нужна не Богу, он самодостаточный. Видно называют его таким термином, как сварат или сватантра, то есть независимый, еще называют его атмарама, то есть удовлетворенный внутри себя, но служение нужно нам, потому что в этом служении мы, наша жизнь приобретает смысл, мы находим себя, потому что, когда мы не служим Богу, мы обязательно будем служить кому-то другому, то есть идея служения, она неизбежна. Допустим, части тела служат телу, рука, руки, ноги и так далее, они служат всему телу. Вот тело служит какой-то семье, допустим, или обществу, там какие-то я выполняю какие-то разные функции, я частью какого-то организма являюсь, социального или еще там какого-то биологического. То есть, если мы посмотрим внимательно на мир, то мы увидим, что мир – это просто цикл неосознанного служения. Если мы посмотрим на природу, то мы увидим, что все живые существа служат друг другу как? В виде пищи. Они служат друг другу как пища. Понимаете, вот этот вот цикл, пищевая цепочка, что кузнечик съел травинку, лягушка съела кузнечика, змея съела лягушку, орел какой-нибудь съел змею, орла этого никто не ест, он упал, его земля съела, поглотила, тело его разложилось, теперь в земле опять выросла травинка и пошло дальше. То есть, мир – это цикл неосознанного служения. То есть, живое существо не может не быть частью чего-то, и оно не может никому не служить. Вы будете служить либо своей семье, либо обществу, либо своей фирме, стране, неважно чему, потому что мы являемся частью. А любая часть служит целому. Винтик, болтик, шестеренка – неважно, они служат всему механизму, понимаете? Вот. И поэтому идея служения Богу – это просто высшее воплощение идеи служения. Потому что, если не будет идеи служения Богу, значит, обязательно будет служение кому-то другому. Хоть в виде пищи кому-то, но мы будем обязательно служить, понимаете? И здесь очень важный момент, что когда служение совершается из страха или из-под палки – это одно, но когда служение совершается с любовью – это совсем другое. Я не знаю, женаты вы, женаты вы, неженаты. Допустим, если бы вы когда-нибудь любимой своей женщине дарили цветы – это был рабский акт, что вот я должен это делать, или это был акт любви, понимаете? Вот точно так же, если нет любви к Богу, то идея служения ему выглядит очень уныло, я с вами полностью согласен. Но если есть привлекательный образ Бога, и у вас есть отношение с Ним – все, абсолютно все меняется. Теперь ваше подношение, ваше служение ему – это уже проявление любви, вам хочется что-то делать для любимого человека, понимаете? Точно так же, если мы полюбим Бога, нам хочется делать что-то для Бога, то есть это становится уже естественный образ жизни, понимаете? А если любви нет, то да, да, я с вами согласен, все это очень искусственно, все это как-то очень-очень грустно. Итак, таков мой ответ.